Обсудить начало нового учебного года и важные вопросы в сфере образования. Глава Барнаула Вячеслав Франк собрал на заседание руководителей специалистов комитета по образованию и директоров школ на базе лицея номер 3. На обсуждении подчеркнули важность управления воспитательной деятельностью в школе. Так, в прошлом учебном году в школах города появилась должность советника директора по воспитанию, да и штат в системе образования расширяется. И, конечно, не менее важно идти в ногу со временем. Детям должно быть комфортно в школьном пространстве. На развитие системы образования в этом году выделили более 12 миллиардов рублей. В этом году мы три школы представили по программе модернизации школьных систем образования. На эти цели было выделено 239 миллионов рублей. Хочу сказать, что в прошлом году мы впервые участвовали в данной программе. Более 400 миллионов было выделено на 7 школ. То есть сегодня мы имеем 10 школ полностью отремонтированных. В этом году откапиталили лицей номер 3 школу 48 и здание начальной школы Барнаульского кадетского корпуса. Кстати, перед началом заседания Вячеслав Франк осмотрел здание лицея. Все, вот они в моббук, надо, чтобы они там хранятся, заряжаются и мобильно перемещаются по кабинету. Школа преобразилась от цоколя до кровли. Заменили систему отопления, коммуникации, отремонтировали все кабинеты и закупили новое оборудование на 12 миллионов рублей. Кстати, в лицей, в общем, вложили более 70 миллионов. Программа данная действует до 26 года. То есть на следующий год мы подали заявку на три школы на сумму порядка 300 миллионов рублей. И на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация еще для семи школ. Тем не менее, самым актуальным остается строительство новых школ и создание дополнительных школьных мест. В этом году таковых создано около 870. Добавим, всего в этом году свои двери для учеников открыли 88 школ Барнаула. Юлия Щепина, День с толком.